МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 22 марта родились. Николай Репнин, крупный российский переможий, дипломат, генерал-фильмаршал. Григорий Козинцев, кинережиссер, автор классических экранизаций Шекспира «Гамлет», «Король Лир». В этот день 22 марта 1943 года в ходе карательной операции сожжена деревня Хатынь в Беларуси. 22 марта 1951 года создана первая в истории Советского Союза студия Центрального телевидения. 22 марта 1995 года космонавт Валерий Поляков поставил рекорд продолжительности пребывания в космосе – 438 суток. В этот день 1937 года стартовала первая авиационная экспедиция на Северный полюс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из советской прессы 22 марта 1937 года. В 11 часов 10 минут самолет СССР Н-170 под управлением водопьяного Бабушкина Спирина, старшего механика бассейна, пролетел над Северным полюсом. Для страховки прошли еще несколько дальше, затем водопьянов снизился до 200 метров, пробив сплошную облачность. Стали искать льдину для посадки. В 11 часов 35 минут водопьянов блестяще совершил посадку. Сегодня мы имеем основание с огромным и радостным волнением с величайшей гордостью заявить, что Северный полюс взят нами. Спокойно, без шумихи. По поводу спокойной без шумихи – это преувеличение. Покорение Северного полюса советскими самолетами прошло с великой помпой. Газеты пестрели броскими заголовками. Их украшали фотографии страстного поцелуя Сталина и летчика Василия Молокова. И главный бородач Советского Союза, полярник Отто Шмидт, начальник экспедиции, мелькал на многочисленных митингах. «Мы живы, и на живых самолетах прибыли к вам». За 10 лет до того полярный летчик Ричард Берт утверждал, что на своем фокере он таки долетел до полюса, якобы первым в истории. Однако в его путешествии было много тумана, доказались достижения полюса никаких, а потом его напарник еще и прямо заявил, что к полюсу они и не летали, окружили неподалеку от места отправки. Так что многие советские пилоты, начиная с легендарного Чкалова, прямо грезили дотянуть на самолете до Северного полюса. И не только из спортивного интереса. Через полюс пролегал наекратчайший путь до Канады и США. И тогда считалось, что он будет весьма перспективной воздушной трассой. Опять же, если сделать полеты к полюсу привычными, можно организовать прямо там научную станцию. А ведь эти места, кухня погоды, так-то договорили, освоить их, значит продвинуться вперед в метеопрогнозировании. Опять же, пропагандистский эффект от такого предприятия. Главный советский полярник Отто Шмидт несколько лет планировал и готовил экспедицию. Вместе с покорением макушки планеты самолетами решили организовать там первую полярную станцию на дрейфующей льдине. Ее начальником сделали знаменитого позже Папанина. 22 марта 1937 года из Подмосковья вылетела целая эскадра огромных самолетов Ант-6. С перерывами около месяца мешала погода, они добрались до основной базы, острова Рудольфа, где уже подготовили хорошую взлетную полосу оттуда до полюса около 900 километров. В начале мая начали разведку, причем сразу сверхуспешно. Небольшой двухмоторный самолет под управлением Павла Головина должен был просто обследовать окрестностей. Однако 5 мая вдруг доложил по радио, что продолжает полет до крайней точки, чем весьма удивил базу. Однако долетел. Так Головин стал первым пилотом самолета, кто абсолютно точно побывал на самой высокой широте Земли. А за ним пошли уже гигантские Ант-6. Флагманский самолет у Водопьянова постигла поломка, пробил радиатор. И летчики тряпкой, голыми руками собирали вытекающую жидкость на жестоком морозе до врага на ветре. Но полет не прервали, и 21 мая самолет Водопьянова первым приземлился во льдах Северного полюса. Тут же началась выгрузка многих тонн груза для будущей полярной станции. А 6 июня состоялось ее открытие. По большевистской традиции Шмидт и тут не удержался от торжественного митинга. «Мы улетаем. Четверо наших товарищей остаются на полюсе. Мы уверены, что они высоко будут держать знамя, которое мы им сейчас вручаем. Мы уверены, что их работа в истории мировой науки никогда не потеряется». Пилоты возвращались в Москву. Первые, кто не просто еле дотянул до Северного полюса, но по-настоящему покорили его, освоили. А оставленная ими арктическая станция Папанино пробыла на льдине еще больше полугода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова